А здесь реально и к бобру сходи, и туда сходи, и домой можно вернуться, и на скалу подняться. Тогда почему ты и твоя трёхглавая шапка постоянно приходит ко мне, а? Ну то есть какие-то загадки, они прям капец очевидные. Ля, да это звездец, она в любом случае до меня добирается, как это сделать-то? За этот более-менее рабочий штопор и умереть не жалко. Вот именно, штопор давай. Чпоиньк. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстр, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Прим. Хочу напомнить, что Прим это у нас чёрно-белый квест, в котором происходят различные удивительные события. И, соответственно, для того, чтобы дальше продвигаться по сюжету, мы с тобой должны лутать определённые предметы, потом их кое-где применять, разговаривать с героями данной игры, и, соответственно, проходить дальше. Но, а перед тем, как мы пойдём дальше, обязательно поставь большой палец вверх, а также напиши в комментариях, как тебе игрушка, как тебе наше прохождение, и, возможно, опять же, какие-то советы. Кстати, насчёт советов. В предыдущем видосе, в комментариях прочитал, большое спасибо за довольно развернутый комментарий, относительно того, что нам вообще плюс-минус нужно сделать. Опять же, спойлеров там минимальное количество, за что тоже большое спасибо. И, как я понял, нам с тобой необходимо сейчас вернуться, прежде всего, к этому старому дубу, на котором висит у нас хранитель, там, местного леса или чего-то такого, и, соответственно, поговорить с ним какими-то ещё репликами для того, чтобы он нам сказал, как пробраться вот сюда, в гавань. Блин, я слишком густой, я не могу найти путь в гавань. А путь в гавань как раз-таки через запретный лес. И то ли... Хэнк, не будь таким упрямым. Почему бы тебе не спуститься и не поговорить со мной? Ты только этого и хочешь, да? Как только я спущусь вниз, ты щёлкнишь пальцами, и стряна брус за цветён, как ненормальный. Я никуда не сдвинусь. Ни за что. Такс, Брус, во рту лежит верёвка, которая ещё может пригодиться, но Хэнк не даст мне взять её, пока его странный перевесный друг Брус сам и не разрешит. Надо, значит, с Хэнком поговорить. А, привет, Хэнк. Эй, девчонки, где твои манеры, а? Не хочешь ли поздороваться с Брусом? Ну, кстати, да. Хэнк, Брус — это просто дерево, и он не умеет говорить. Это просто ты делаешь что-то странное своим ртом. Просто дерево? А Джон Лимон тоже был просто деревом? А Габриэль Асина Маркес? А Озимов? Хедро Пальмовар? Дуб Толстой? Они все были просто деревьями? Дуб Толстой — это да. Нормально. Ладно, ладно. Привет, Брус. Значит, теперь он ничего не говорит? Нет, он пока одубил от твоей нагрузки. Отлично. Мне удалось разозлить дерево. А мне верёвка нужна. Так, есть идеи, как тут перейти реку. Вот. Есть идеи, как тут перейти реку. Любые попытки закончатся провалом. Поверь, я видел, как многие пытались и терпели неудачу. Но должен же быть способ. Хм, возможно, реку можно запрудить. Но это получится сделать только в том месте, где течение не такое сильное. Например, в гавани. Гавань? Ты знаешь, как туда добраться? Конечно знаю. Было время, когда я был более, ну, знаешь, мобильным. В лесу есть тайная тропинка, которая ведёт к гавани. И ты мне о ней расскажешь? Конечно нет. Она же тайная. Знаешь, у меня есть паучок, который может показывать мне чужие секреты. Так что, если я захочу, то всё равно всё узнаю. Ты что, мне угрожаешь? Не знаю. Разве? Ладно, девчонки, успокойся. Не нужно нахальничать. Я тебе расскажу. Спасибо, Хэнк. Теперь я могу найти гавань. Отлично. Пока Хэнк не кисни на веточке зависнее. Нормально сказано. Ух ты, такого я ещё не слышал. Стоит ли записать? Возможно. Но, а нам с тобой стоит сто процентов отправиться в гавань. И посмотреть, что же там такое есть. Спасибо, Хэнку, его совету. Теперь я знаю, как дойти до гавани. Фу. Это у нас значит гавань. Если верить Керри, паромщик может помочь мне найти душу в тристаном реке. Так, на удивление, хорошо защищённое окно. Так, кто-то очень хочет, чтобы в это окно никто не пролез. Интересно, почему? А вот в это-то можем пролезть? Гудка открыта, но я никого не вижу. Надо позвонить. Здравствуйте. Положите свой номер на стойку. Так, раздача билетов. У меня номер 59. Но на экране написано 58. Так, может, это... 82? Похоже, теперь... Что? Так, либо 82, либо 88. Может показаться, что у меня есть план, я его придерживаюсь. Но на самом деле это не так. 82. А хуй ещё я могу взять билет. Теперь у меня номер 60. 61. Звездец. 62. Похоже, он больше не работает. А мне нужно 82. Так, ну и что делать? Доска объявлений, кстати. А, это одна из тех досок с объявлениями, как в супермаркете. С предложениями, рекламой, вакансией, небольшой колонкой объявлению о знакомстве. Но если присмотреться получше, эти объявления немного отличаются от обычных. Балетный ансамбль Рикистикс ищет таланты. Но нас весело, утончённо и бесплатно. Спросить Беллу. Так, лодочка. А, тут мы с тобой все изучили. Только вот ещё табличка. Должно быть, это хижина паромщика. А, это мы с тобой видели, да. Так, мешки с песком. Ещё одна отчаянная попытка предотвратить выход реки из берегов. Штопор. Так, и разбитое стекло. Нифига от лежит всего. Кстати, Бобр Курова направо написано. Мы с тобой взяли штопор. Такое чувство, что тут устроили вечеринку. Если верить запаху, это была чесночная вечеринка. Какой отстой. Так, к Бобру сходим. Погнали. Капец, так много локаций, Замбобер. Я тебе просто объясню. Когда тебе квест даёт возможность ходить по 10 локациям одновременно, и ты добираешь миллиард предметов, ты начинаешь в них банально путаться. Потому что, когда мы с тобой играли во Френд Боу, когда мы играли там в Little Miss Fortune, у нас типа есть, грубо говоря, ну, 5-6 локаций, по которым мы путешествуем, применяем определённые предметы, и потом переходим в следующую. У нас все предыдущие предметы пропадают. Начинается как бы новая, по сути, такая гигантская головоломка, состоящая из нескольких квестов. А здесь реально и к Бобру сходи, и туда сходи, и домой можно вернуться, и на скалу подняться. И звездец. Ну просто, смотри, сколько я набрал всего. Шахренеть. 59, 661, 62. Три листа с предметами. Так, окей. Замбобер. Ой, Бобер начал строить плотину. Постойте. Она что, из костей? Ну, раз он замбобер туда. Тропка у облагороженных... Это что, название улицы? Кого? У обглоданных берегов... А, я понял. Так, а это не песок. Нет песок. Птицы. Похоже, они заинтересованы в этих мешках. Ммм... Отдельные детали? Тут много чего не дособирали. Похоже, тут нужно что-то возвести. Рука. Знаете что? Отрубленные конечности мне пока что только помогали. Я буду брать с собой их все. Зачем мы сейчас взяли Ноки? Коробка. Коробку мы смотрели за ним? Это коробка из смерти. Тут написано адрес. Филосубу, древожую, тропка у обглобанных деревьев 14, Тартар-66666. Классный адрес. Посмотрим, что там внутри. Внутри записка. Дорогой нашедший, прошу, собери это устройство, которое я заказал. А затем протяни мне руку помощи. С уважением, ПД. Идите. Так. Ммм... Эй, да тут что-то типа инструкции по сборке. Возьму ее. Так, может, тогда эту инструкцию по сборке применить сразу же вот сюда? Ммм... Посмотрим, смогу ли я собрать их воедино? Изю. Так, ну и как мне построить плотину? Ну, получается, смотри, что мы делаем. Мы делаем... Так. Мы делаем раз. Нет. Мы делаем раз. Почему не так? Вот. Значит, первый брусочек готов. А вот тут зачем? Будет непонятно, кстати. Получается, идет один брус. А-а-а. Подожди. А крутить вращать можно? Нет? Такая штука только одна. Есть еще какая-то катапульта. Что за бред? У меня чувствую, что из этих деталей платили не построить. Вот именно. Так, и это все разбирается. Понятно. Значит, нам нужен чертеж для катапульты. Такс. Ну, получается, с этой местностью пока что пусто. А карты мы здесь не видим. Также написали, что нужно собирать карты. Руки. Еще один билет. Штопор. Чертеж плотины. У нас, кстати, дофига будильников. Три будильника, которые я вообще не знаю, к чему нужны. Ну, окей. Тогда от бобра пока что давай выйдем. Посмотрим. Вот, кстати, карта. Берем ее. Отлично. И я вижу еще ключи какие-то. Это у нас Питер. Окей. 24, 128 IQ. Нифига умный Питер. Куча мусора. Порыв плотины. Здесь река прорвала плотину и вышла из берегов. И теперь она заливает войну. А, так вон наш батут-то. Боже. То есть мы, получается, на другом берегу реки оказались. Все, я понял. Куча мусора. Что это вообще такое? Почему оно тут свалено в кучу? Не знаю. Зато есть ключ. А ключ, скорее всего, вот от этого хорошо защищенного окна, да? О, ключ. Интересно, кто его потерял? Возьму с собой. Так, мы с тобой... Возможно, я нашла его владельца. Или даже лучше. То, что он скрывает. Подходим сюда. И применяем, соответственно, ключик. Четыре страницы предметов. Это ключ не от этого. В смысле? А чего тогда? Ну и вот как бы, что нам с этим всем делать? О, огромный паром. Создается материал. А, окей. Полная боли и пыли. Полное воспоминание. Ну, мы типа сюда проследовали. У нас есть бобер. Для бобра нужна, получается, катапульта. Можно назад сделать, но пока что нет. Дом Танатаса. Давай вернемся. Давай пробуем вернуться в запретный лес. Если ты и правда так сильно ненавидишь травмиться, тогда почему ты и твоя трехглавая шавка постоянно приходит ко мне, а? Почему вам держаться подальше? И не насладиться тем, как ты висишь тут весь такой жалкий-одинокий? Ни за что. Так, у них есть какие-то реплики. Окей, давай смотреть. Есть руки. Может, собака мы дать? Смыска не вижу. Ну, как косточку, почему нет? Можно, кстати, попробовать что-то объединить. У нас есть ведро. Веревка, получается, во рту этого дерева. В дупле. Его, так скажем. Засушенная голова, может, ты куда-то кинуть? Потребности в невыносимо громких безумных криках не испытываю. Окей. Я очень надеюсь, что здесь все-таки логика присутствует. Будильник-ножницы. Будильник-йо-йо. Карта. Книга по чревовещанию. Слушай, а если мы, например, вернемся и билет попробуем дать не тот? Что нам, в принципе, за этот будет? Нам должно что-то сказать, предъявить, сказать, чел, ты дурак? Вот. Окно. Здравствуйте. Опа. Данный номер в данный момент не обслуживается. Вы можете посмотреть очередность на табло неподалеку. Пожалуйста, ожидайте в очереди. В очереди? В какой очереди? Тут никого нет. Перевернув эту табличку, мы с тобой получаем номер 82. Похоже, теперь номер сахнет. И 62-й, соответственно, тоже не подойдет. Данный номер в момент не обслуживается. А если как-то перевернуть? Ненавижу бюрократию. Согласен. А на лодочку можем сесть, кстати? Лочонка. Я не могу самостоятельно переплатить реку. Мне нужен паромщик. Понятно. Есть у кого-то идеи. Карта градобола. Нифига себе, я там за домом нашел ее, серьезно? Обалдеть. Я просто хотел сюда выйти, А она таким образом, обойдя дом, нашла секретную карту. Офигеть. Ааа, давай пойдем в дом Мойер. И с этим чуваком попробуем что-то тоже придумать и сделать. Давайте голову дадим, чтобы он играл. Потребности в криках нет. Угу. Будильник, может быть. Мне не нужно это будить. Ааа. Очень странный квест, потому что я реально ни хрена не понимаю. Судовый говно, мы уже пытались это сделать. Не понимаю, зачем мне это делать. Металлический люк. Давай к Мойере снова сгоняем. Поболтаем с ней. Лохесис. Так. С возвращением, солнышко. Помнишь наш уговор? Почему ты пишешь с ошибками? Это мы все с тобой читали. Мне кажется, меня ждут кое-где еще. До встречи, да. Окей, да будет с тобой все четко. Где мы с тобой видели какой-то сундук? Это же все еще нужно вспоминать. Типа, я играл там день назад. Не так много времени прошло само собой. Но все равно очень много предметов. Очень много, где их нужно применять. Я такое, если честно, не очень люблю. Оказывается, помимо просто подмены знака, его можно также еще и ударить. Может показаться, что у меня есть план. То есть, видишь, здесь у нас две штучки, поэтому ударяем. Он у нас ломается. Кажется, опять ломала. И эта штука как раз таки дает нам 62. Мы с тобой применяем билетик. Номер 62. Тот самый последний счастливый. И таким образом куда-то сейчас поплывем. Это номер не... Постой. Это верный номер. Ну все, поехали. Ну как ты... Ну да пофиг. Я Харон, паромщик. Зачем пожаловала? Блин, ну наконец-то. Я бы хотела переправиться через реку. Тогда ты по адресу. Но согласно нашему обычаю, за проезд я беру золотую монету, с которой тебя похоронили. А у меня нет ее. Золотая монета, с которой меня похоронили? Да, да, секундочку. Сейчас поищу. Ой, вот незадача. Кажется, мои близкие положили ее в другой гроб. А можно просто... Ну договориться там как-нибудь? У тебя нет золотой монеты? Нет. Нет. Прости, монеты нет. Не переживай. Ныщи почти у всех так. Вот почему наш славный Эребус простаивает. Никто никого не возьмёт. И что теперь со мной будет? А, теперь ты просто обречена вечно плавать в реке в виде зомби-подобного духа-призрака. Приятной загробной жизни. До свидания. Да, он надо мной издевается. Думаю, мне больше не нужны билеты. Я их выкину. Окей. Но, я так понял, сюда ему нужна золотая монета, да? Эй, ты! Да, ты! Мне нужно с тобой поговорить. Срочное дело. Может, мы с ним как-то договоримся? Положить свой номер на... А, опять ты. У меня столько предметов, давай начать меняться. Да, это опять я. Хочу предложить сделку. Неужели я ничего не могу предложить тебе в обмен на переправу? Хм... Вот к чему я точно не равнодушен, так это к хорошей сделке. Что меня выдало? Почти осязаемая аура опытного коллекционера? Нет, не это. А довольно осязаемая огромная куча мусора, наваленная рядом с лодкой. А, понятно. Так, ну и что ты хочешь предложить тебе в праву? Хочешь паучий глаз, который может показывать секреты других, что скажешь про эту швейцарскую карманную косу? За этот более-менее рабочий штопор и умереть не жалко. Вот именно, штопор давай. Хорошо же, когда у тебя есть засушенная голова, которая постоянно орет. Давай штопор. Хорошая вещь. Мне это не нужно. Такс, эээ, тогда странно... Так, у меня, скорее всего, сейчас нет для тебя... Давай снизу начнем. Может будильник? Нет. Эээ, может книга? Тебе совершенно точно нужна эта книга по чьему вещанию? Мне это совсем не интересно. Хочешь паучий глаз? Паучий что? Шучу, шучу, малыш. Я бы тебя никогда не отдала. Вот я тоже задумался. Что скажешь про эту швейцарскую карманную косу? Не интересно. А засушенная голова? Которая постоянно орет? Кому вообще это нужно? Так, ну звездец, я не знаю, что тебе предложить. Как не узнать, что ему по душе? Ну вот, может, наверное, на доске объявлений как раз? А, это одна из досок. Ага, немного отличается. Протончено бесплатно спросить Бейлу. Так, ну это, к сожалению, все не то. У него даже камеры, смотри, расставлены. Хорошо, пойдем искать дальше. Я внезапно вспомнил, что вот в этой комнате у нас есть сундук, который стоит рядом с кроватью. И, возможно, тот самый ключ, который мы с тобой нашли на причале, поможет нам его открыть. Давай проверять. Идеально. Подходит. Посмотрим, что там внутри. Пакет кротового корма? Чего? Какой нахрен кротовый корм, вы что издеваетесь? А еще, короче, у меня возникла идея. У нас три сестры, три будильника. Эта девчонка говорит о том, что, типа, необходимо ее разбудить. Посмотрим, и ты там все сама увидишь. Может быть, будильник просто взять и применить где-то здесь? Не нужно это будить. Ну, давай на нее. Обалдеть. Это реально так. Здравствуйте. Эм, Лахесис? Похоже, ты полностью отключилась. Не удивляйся, дитя. Судяется, мне моя сестра снова приняла одну из своих тременных лекарств. То есть, мы можем между ними переключаться с помощью мудильника. Я удивлена, что она вообще может работать со всем этим, ее постоянным самолечением. Или же она провела всю ночь за безумными занятиями, вроде той вульгарной гноми игры. Ее мозг при любом раскладе медленно, но верно превращается в кашу. Что крайне прискорбно. Потому что это и мой мозг. Постой. А с кем я тогда сейчас разговариваю? Если ты называешь свою архаичную кашу Артурсковором, то ты разговариваешь с Клотом. Про славу и предильщицей судьбы. Но ты... Ты же Лаки. Я буду произносить слова очень медленно, дитя смерти, чтобы ты могла меня понять. Я Клота. А Лахесис это моя сестра. Ну, собственно, да. Окей. Я запуталась. Это все понятно. А мне так надоело всегда быть тот самый умный. Не хочешь ли ты случаем впустить меня с Керой в ее лабораторию? Уверена, ты знаешь ответ? Ответ... Да? Ладно, ладно, поняла. А ты знаешь, что происходит с перерезанными нитями судьбы? Знаю. Но мне не скажешь, так? Ой, вы только посмотрите. Да, она обучаема. В отличие от Лахесис, которая с каждым годом допускает все больше и больше ошибок. А что ты думаешь о Лахесис и Эхо? Ну, конечно, она уже втянула тебя в свою неуместную зателю. Но она может выкинуть ее у себя из головы. Но почему же? Эхо довольно милый. Несколько дней назад этот так называемый сирен пришел сюда и просто начал бормотать какую-то непонятную, неучтивую бельверду. Он не вызывал... Не выказал ни мне, ни моим сестрам должного уважения. Если бы он прошел подготовленным, пришел. Я бы даже, возможно, согласилась эту идею обсудить. Но я не думаю, что он способен на такое. Такс, окей, что еще за реплики? Наверное, быть Мойрой так интересно, я бы хотела узнать о вас побольше. Например, какой у тебя любимый... Забудьте, это не твое тело. Блин. Я не хотел нажимать. Так, скипаем, скипаем. Окей, не получилось для нашего эхо подобрать что-то интересное. Наверное, милый кот. Кстати, да. Милый кот. Его зовут Люцифер. Можно погладить? Конечно, но будь начеку, кошадница. Ну, давай гладить. Мне пора. Хвала Аиду. Кис-кис-кис. Кот решил на меня написать? Ой. Кошачья моча. Можете собрать в ведро? Не самая хорошая идея. А может ее собрать в пустой флакон, кстати? Кис-кис-кис. Подожди-ка. Ага. Надеюсь, я знаю, что делаю. Гениально. Мы собрали кошачью мочу во флакон. Аромат с нотками коца. Так, а пока что котик здесь сидит. Мы можем туда нашего глаза-то все-таки запендюрить? Я могу поставить дружка в сад через дверцу, но зачем? Ну как зачем, чувак? Блин, точнее, девчуля. Там локация какая-то. Эта дверца не для прим. Так, я забыл, кстати, как открывать наш журнал. Это у нас карта. Окей. С карты мы выходим сюда. А есть еще что-то наподобие мысли вроде. И вот как в них зайти, я что-то и забыл. Ай. О. Джей. Так, Джей, это вот. Список дел. Найти все ингредиенты. Как мне узнать, на что Мойер аллергия? Как мне узнать, куда любят ходить Мойер? Достать ключ от лаборатории Керы? Найти Перу Феникса? Найти оборванную нить судьбы? Так, хорошо. А если мы, допустим, сюда применим другой будильник? Это у нас был будильник-ножницы. А если будильник-йо-йо? Ничего не произошло. Или мы это и применяли? А, мы, наверное, применяли будильник-йо-йо, а теперь ножницы бахнем. Да, смотри-ка, они меняются. Кажется, я начинаю понимать, что к чему. Вскоре удовлетворение прим сменилось внезапным недоумением. Я не понимаю, жуть какая ананасовый сироп. Что? Нормальная отсылочка. Оп, оп, эээ, такс. Я не понимаю. Я не понимаю. Жуть какая. Жуть какая. Ананасовый сироп. Прекрати. Так и поговорили. Ладно, давай еще раз для чайников. Ты? И тут прим поняла, что перед ней действительно была не Лахетис, а ее сестра Атропа, богиня будущего. Так, а не могу ли я случаем зайти в лабораторию Керы? Ну так, знаешь. Атропе пришлось отказать прим, вежливо напомнив ей о финансовой ненадежности, ее тенушке и ее постоянных проблемах с памятью. Такс, ладно. А что вы делаете с нитями судьбы после того, как перерезаете? Атропа была бы рада рассказать прим, что она с большим почтением хранит перерезанные нити в самодельном золотом ковчежце, где они смогут пережить саму вечность. Ковчежце? Но правда была в том, что она выкинула их в сад коту поиграться. Вот. И туда нам и нужно. Такс. И, короче, где найти? Их можно было найти в саду. Вот понятно. А про Лахетисы яхо давай побеседуем. Поспледничай немножко. Атропа ожидала, что ее болезнь на возлюбленная младшая сестра уже заразила прим. Но ведь любовь это не болезнь, правда же? Атропа никогда не влюблялась сама, но прекрасно знала, что в будущем любовь так или иначе приносит большой боль. Я тоже не влюблялась, но могу представить, что игра все равно стоит свеч. Я думаю, что намерение Эхо искренне. Тебе просто нужно узнать его получше. Если судить по тому, что она видела и слышала о нем до сего дня, Атропа в этом сомневалась. Так. Очень много вопросов. А почему ты так странно разговариваешь? Атропа немного расстроилась, когда ее назвали странной, но пояснила, что она богиня будущего и что ее восприятие времени отличается от восприятия смертных. Все, что случилось, неважно когда, было для нее словно далекое воспоминание. Именно поэтому она решила всегда говорить в прошедшем времени. Время еще больше запуталась. Да я тоже, если честно, в шоке. Не, у меня с такой подачей говорить не выходит. Так, ты та, которая убивает людей? Атропа не обратила внимания на осуждающий подтекст в вопросе Прим и спокойно ответила, что она всего лишь перелезает в ней судьбы. Она была больше похожа на партних, чем на психопатку с топором. Ну, если тебя это успокаивает, то ладно. А-а-а, так. Ну, давай вот это. Погоди, если ты знаешь будущее, ты можешь рассказать, чем закончить свое приключение. Атропа Вежнева сообщила Прим, что во всех временных линиях, в которых она рассказала ей это, мир сгорел в пламени. А-а-а. И планировала в дальнейшем с ними не сталкиваться. А-а-а, ясно. Ну, короче, все, поболтали с этой антропой, полезли, получается, в сад. У нас есть кошачьи саки во флаконе, нахрена это нам? На бобра попшикать? Так, все, поехали. Мне нужна твоя помощь, Клазик. Тебе нужно будет пролезть туда и найти в ней судьбы Тристона. Опа. Тинь-тинь-тинь. Погнали. А здесь как раз тот самый гигантский гном и карта гробобола. Берем. Хорошо. Сколько у нас уже их, кстати? А, ну у Клаза логичного в инвентаре ничего нет. Гном, котейка, клубок шерсти. А, мне кажется, это и есть ней судьбы, да? Ты чё, блин? Охреневшая. А я понял. Вот это предельно ясно, кстати. Мы с тобой переключаемся на... Получается... Ножницы вроде. Или на Ю-Йор. Нет, на Ю-Йор вроде. Да я знаю. Можно взять вот это. Спасибо. Буденек, Ю-Йор, поехали. Вот. Замечательно. И теперь мы с тобой с помощью глаза этот клубочек воруем. Ну, то есть, какие-то загадки, они прям капец очевидные. Типа, ты понимаешь, что что-то нужно поменять, чтобы получилось какой-то предмет получить. Но некоторые прям... Жесть полная. Клубок шерсти берем. Отлично. Котейка в шоке. А я валю. Чего? Дорогие участники, добро пожаловать на ещё один раунд кноми игры. Мы с котейкой в шахматы будем играть. Паучий глазик, тебе нужно добраться до двери с клубком. Шерсти до того, как тебя поймает кот. А в помощь тебе будет один гном. Паучий глазик, когда наступит твой ход, тебе нужно передвинуться на одну клетку. А затем будет ходить кот. Паучий глаз, ты начинаешь. Так, мне нужно добраться до двери вот этой, да? А добраться? Хорошо, погнали. Тинь-тинь. Ходит гном. В смысле... А, я из-за гнома, из-за глаза. Всё, я понял. Короче, гнома я буду блочить. Кошку, скорее всего. Кошка сразу ходит за двоих, но это справедливо. Так, она пойдёт... Вот, гномом я блочу. И сейчас она вниз пойдёт. Логично. Такс. Я сделал плохо, потому что теперь... Она на два шага всегда будет вперёд. Давай заново. Я понял. Тактику понял. Всё, всё, всё. Паучий глаз, начинаешь. Так. Значит... Давай, наверное... Я могу наискосок ходить. Это очень полезный скилл. Ля, пускай она нас обходит. Мы будем действовать наперёд. И будем как-то... Опять же, на несколько шагов вперёд продумывать наши с тобой действия. Такс. Я хочу, например... Она пойдёт вот сюда. Я встану сюда. Раз. Два. Я пошёл сюда. И она меня поймала. Нет, пока что нет. Но, скорее всего, да. Потому что... Потому что всё. Раз и два. Но пока я ещё не проиграл. Чем гном, блин, этот мне может помочь? Ну, серьёзно. Что за бред? Всё, поймала. Понятно. Такс. Понятно, что ничего не понятно. Давай ходить вбок. Раз. А гномам ходить вниз. Теперь... Вверх. И вниз. Но кошка пойдёт прямо. Пока что нет, кстати. Ля, вот опять такая же тактика. То есть я не хочу к гномам вообще ходить. Ля, да это дичь полная. Да вы чё? Я к гномам не хочу ходить. Возможно, гном должен меня защищать. С точки зрения... Он просто должен рядом находиться. Давай так попробуем действовать. Типа вот так и... Ля, да это звездец. Она в любом случае до меня добирается. Как это сделать-то? Короче. Я ещё минут 10 посидел, потыкал, попытался. У меня, к сожалению, ничего не получается. Я привык, возможно, из-за того, что я играю в шахматы. Возможно, из-за того, что я играю в шашки. И я уже начинаю мыслить как-то немножко по-другому. И, ну, не могу всё никак переключиться из-за этой шахматной доски. Что тут нужно, блин, не съесть этого кота, а наоборот, от него сбежать. И гном не нужен для того, чтобы вот этот вот разрыв между ними, да? У меня один ход, у него, у компьютера, у этой кошки два. Этот разрыв как раз-таки сократить. Я не знаю, честно, признаюсь, эту подсказку я подгляжу. Просто будем проходить по гайду, но проходится это всё дело таким вот образом. Это мы ходим сюда, это мы ходим сюда. После чего глаз у нас идёт сюда, а гном идёт вниз. Что-то похожее мы с тобой пытались мутить. После чего глаз у нас оббегает. А гнома мы с тобой ставим, получается, вот сюда. Котейка таким образом до нас добирается. Мы с тобой валим сюда, а гнома мы ставим вот сюда. И вот сейчас происходит магия. Эта штука смещается сюда. А гном смещается сюда. Всё, короче, я понял. Тут фишка в том, что реально из-за того, что ты как бы думаешь на два шага вперёд. Ты делаешь это сюда, это сюда. Кот за тобой бежит. Ты, соответственно, валишь и вот таким вот образом просто себя прикрываешь этим гномом. После чего глаз у нас с тобой идёт... Вот сюда. Гном идёт вот сюда. И всё. И мы с тобой убегаем. Ну, это, конечно, прикол. Это самая сложная головоломка из всех вот подобных игр-квестов, в которые я играл. Ну, то есть, казалось бы, очевидно так, что звездец в храбрый паучий глаз побеждает. Но нужно было всё дело промутить. Хорошо. Рад, что мы с тобой главный этот участок сложный прошли. Не совсем честно, но ничего. У тебя получилось. Кер рассказала, что одна нить будет отличаться от всех. Нить судьбы Тристана. Я её выдерну. И вот так. Тристан, твоя жизнь должна была закончиться не так. Это всё моя вина. Но я могу всё исправить. Ну и что мне теперь делать с клубком? Вот паучий глазик. Можешь оставить себе? А паучий клубок соответствует... Паучию штуку мы оставили нашему пауку. Клубок нитей мы оставили пауку. Всё, я уже заговариваюсь. Я что-то преисполнился с этими всеми квестами. Думаю, что на этом нужно заканчивать данную серию. Честно скажу, некоторым из вас этот квест заходит. Но я немножко подушню в том плане, что бляха сложно. Просто сложно. Ну то есть, я очень рад, если вы там с первого раза понимаете, что куда нужно применять. Но я говорю, из-за того, что здесь дохренища просто локаций. Дофига мы сразу предметов понабирали. Я вообще, когда увидел вот эту вот тему с садом и гномом. Подумал, что мы должны применить туда садового гнома. А нихрена подобного, с вообще минигейм. Потом ключ этот. Мы должны запомнить, что у нас в комнате на втором этаже есть сундук. При том, что помимо этого ещё там 5-7 локаций. И вот опять же, данный минигейм с тем, как опередить этого гениального кота. Пронырливого. Это тоже, как мне кажется, ну далеко не игра для 10-летних детей. Я не знаю. Вот. Так что игрушка в плане визуала сложная. В плане визуала красивая. Но в плане механик сложная. Действительно, так тебе скажу. И я думаю, что, надеюсь, ещё 2-3 серии мы с тобой поиграем. Да пройдём. И это будет, наверное, да. Пожалуй, один из самых сложных квестов. Во Френд Боу со всеми её этими странными разными мирами. В каких-то, ну, Литл Мисс Фочен нет. Но в какие-то квесты мы с тобой ещё играли. В Чикен Полис, кстати, которая сейчас новая часть выходит. Мы с тобой начнём её проходить тоже. Я так часто не заглядывал в телефон, как в этом квесте. Потому что, что, куда, как применять? Вообще, что-то у меня не хватает. Сообразительность. Не знаю, может, это на меня магнитный бурь так влияет. Но, короче, да. Как-то сложненько. Вот, поэтому обязательно пиши мне в комментариях подсказки. Чё надо делать. Опять же, можешь свои мысли писать. Не обязательно, что это всё окажется прям 100% правдивыми. Мы с тобой будем проверять все эти теории. Куда, чё применить. Там, ведро, Дакстер, сходи туда, используй. Это используй там. Всё, это будем в следующей серии проверять. Ну, а если, естественно, ты мне ничего не напишешь, то либо постараюсь как-то догнать вместе с тобой уже на видосе. Либо снова зайдём в телефон и пройдём, блин, это по определённому гайду. Что, как мне кажется, конечно, полная фигня. Потому что игрой хочется наслаждаться самому. Хочется её проходить именно своими мозгами. Но чё-то здесь разработчик как-то сильно намудрил. Как мне кажется. Ну, а если вам понравился данный видосик, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать там все уведомления, чтобы вы в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания, в том числе на Instagram-канал, а также на сообщество ВКонтакте. Ну, а с вами был ваш Дакстер. Всем хорошего настроения, всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok